Продолжение следует... Волк открыл глаза и увидел возле постели двух своих волчат. «В чем дело?» – недовольно проворчал волк. «Сегодня воскресенье. Дайте поспать». «Папа, мы есть хотим!» – пожаловались малыши. «Ничего не поделаешь!» Пришлось папе волку вылезти из-под одеяла. «Арррр!» – зевнул он и потянулся. «Хорошо. Попробую добыть вам чего-нибудь съестного». Волк в мгновение ока оделся и ласково поцеловал детей. «Я скоро вернусь. Ведите себя хорошо. А можно нам пойти с тобой?» «Ни в коем случае. Снаружи очень холодно. Вы с мамой останетесь здесь, в тепле». Папа волк взял мешок для добычи и вышел в темную зимнюю ночь. Мороз пробирал его до костей, но папа старался не обращать внимания на стужу и упрямо шел вперед. «Большие страшные волки не должны бояться холода». У заснеженного кустика он увидел зайца. «Вот и добыча!» – подумал волк. И стал тихонько подкрадываться к нему. Когда заяц поднял голову, было уже слишком поздно. Папа волк крепко держал его за уши. «О, нет!» – заплакал заяц. «Пожалуйста, не ешь меня!» «Извини, но мои дети голодны!» – объяснил волк. «А почему я не должен тебя есть?» «Я тоже вышел из норы, чтобы накормить своих детей. Если ты меня съешь, они останутся без завтрака». Папа волк тяжело вздохнул и разжал лапу. «Ладно, иди. И найди для своих малышей что-нибудь вкусное». «Спасибо, песноузумленный заяц. Ты очень добрый». «Ничего подобного! Я злой и страшный!» – крикнул ему вслед волк. «Просто я знаю, что такое голодные дети!» Он подхватил пустой мешок и отправился дальше. Скоро он заметил на снегу следы. «Козлик!» – волк облизнулся и кинулся догонять его. «Пожалуйста, не ешь меня!» – взмолился испуганный козлик. «Извини, но мои дети голодны!» – сказал волк. «А почему я не должен тебя есть?» «Я собираю хворост, чтобы моя старая мать могла погреться у огня. А если ты меня съешь?» Папа волк подумал о своей старой матушке. Ему бы не хотелось, чтобы она страдала от холода. «Ладно!» – проворчал он. «Забирай свой хворост, да поспеши к матери, пока она совсем не замерзла». «Спасибо! Ты такой добрый!» «Выбрось эту глупость из головы!» – рявкнул волк. «Я злой и страшный! Просто у меня тоже есть мама!» Чуть позже папа волк столкнулся с оленем и набросился на него. «Пожалуйста, не ешь меня!» – взмолился олень. «Но мои дети голодны!» – покачал головой волк. «А тебя почему нельзя есть?» «Потому что я олень Санта-Клауса. Если ты съешь меня, малыши не получат подарков к Рождеству!» Папа волк не мог даже представить своих волчат без подарков. «Ну что ж!» – вздохнул он покорно. «Иди да поспори найди санту!» «Спасибо!» – обрадовался олень. «Ты такой!» «Нет! Я не добрый!» – перебил его папа волк. «Я злой и страшный! Только терпеть не могу, когда дети лишаются подарков!» Папа волк все шел и шел вперед. Он замерз и мечтал поскорее вернуться в свой теплый дом. Но мешок за его спиной по-прежнему оставался пустым. Поэтому волк продолжал шагать в поисках добычи. Лес остался уже далеко позади. Впереди показалась спящая деревня. Волк собирался уже повернуть назад, когда его чуткий нос уловил восхитительный запах. Волк двинулся на запах и вышел к пекарне. Ее витрине было столько аппетитной выпечки, что пасть волка моментально наполнилась слюной. Он без колебаний шагнул внутрь. «Пожалуйста, не ешь меня!» – перепугался пекарь. Бедняга выскочила с булочной и бросилась на утек. Папа волк наполнил свой мешок вкусными пирожными, сочными булочками, еще теплым хлебом. Выходя, он оставил на прилавке несколько монет. «Я злой и страшный волк, но не вор и не разбойник», – сказал он и отправился домой. На обратном пути папа волк встретил северного оленя, козлика и зайца и с каждым из них поделился хлебом и пирожными. «Спасибо тебе!» – кланялись ему животные. «Ты действительно очень милый волк!» – глупостью смехнулся волк, показывая свои большие белые зубы. «Просто сегодня Рождество!» Только под утро папа волк добрался до своего уютного дома, где его ждали жена и дети. «Ура, папа!» – закричали волчата и тут же впились зубами в яблочный пирог, шоколадные булочки и клубничные пирожные. «Малыши восхищенно смотрели на отца. Ты съел пекаря, папа?» «Конечно», – ответил он. «Я же злой и страшный волк, не так ли?» «Да, и страшно милый!» – тихо прошептала мама волчих и с любовью посмотрела на мужа. А теперь я предлагаю сделать из бумаги страшно милого волка. Для работы нам понадобится квадратный лист бумаги серого цвета, немного белой бумаги, ножницы, клей и черный карандаш. Квадрат сгибаем пополам, по диагонали. Получаем треугольник. Наш треугольник нужно согнуть пополам. Так мы намечаем середину. Правый и левый угол складываем к вершине. Получаем квадрат. Далее сгибаем наш квадрат, посередине получается треугольник. Свободные края, примерно по одному сантиметру, сгибаем. В это же время опускается вниз серединка. Таким образом получается мордочка. Загибаем хвост. Наш волк готов. Можно его украсить, сделать ему ушки и нарисовать мордочку. В этом году. Я не могу. В этом году. Продолжение следует...